Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел традиционную пресс-конференцию. Последняя встреча в таком широком составе проводилась год назад. И у журналистов республиканских СМИ накопилось немало вопросов и тем для обсуждения. Глава Чувашии напомнил основные цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в республике. Год предстоит сложный, но правительство Чувашии успело к этому подготовиться. Сформирован запас прочности, будут подтянуты дополнительные ресурсы. Расширится круг партнеров. Во многом за счет Крыма и Севастополя. Михаил Игнатьев особо отметил, один только год уже показал важность и значимость этого исторического события. Я сам недавно посетил и республики Крым, и город федерального значения Севастополь. Постречался с нашими уроженцами. На словах, может быть, сложно передать, но я почувствовал жителей этих территорий, насколько они рады, насколько они вдохновлены, насколько они горды своим историческим решениям. Когда я с нашими жителями, уроженцами Чувашской республики встречался, конечно, они рассказывали, что в течение 23 лет пребывания в составе Украины ничего хорошего, ничего радостного не видели. Вот теперь у них уверенно завтрашний день. Это практически их победа, наша совместная с вами победа. Важным звеном в работе правительства Чувашия является взаимодействие с федеральными структурами. От этого зависит финансовая поддержка многих республиканских проектов. Путин Владимир Владимирович, когда посещал Международный спортивный форум России «Спортивная держава», как раз мы были в Новочебоксарске, и я ему докладывал, как средства мы использовали эффективно, и какая ситуация на сегодняшний день в городе Новочебоксарске, в городе Чебоксары, и вообще на территории Чувашской республики. И до этого у меня была рабочая встреча. И практически оба руководителя, и президент России, и представители правительства, владеют ситуацией и общественно-политической, на территории нашей республики, и макроэкономическими показателями, и теми показателями, как развивается малый бизнес, средний бизнес, какой уровень инвестиционной привлекательности, делового климата. И хочу еще раз подчеркнуть, по итогам 2013 года, мы заняли 14 место среди 83 регионов Российской Федерации. Ну, на сегодня 85, потому что два региона, два субъекта не участвовали в этом конкурсе, который проводит, прежде всего, правительство России. По новой методике, это очень важно, это ключевые показатели. Подробно глава Чувашия рассказал журналистам о том, как будет работать антикризисный план. Мы будем участвовать в фонде при Министерстве промышленности Российской Федерации, где будут предоставлять кредиты субсидируемых процентных ставок. То есть, это льготные кредиты для того, чтобы модернизировать промышленные наши производства, провести диверсификацию, чтобы с учетом темы импортозамещения появились новые конкурентоспособные товары. Электротехнический кластер, в данном случае, то, что в антикризисном плане есть, там у нас ситуация наиболее благоприятная. Единственное, мы будем для них создавать центр по сертификации производимой продукции, чтобы эти сертификаты действовали не только на уровне Российской Федерации, чтобы они действовали и на территории страны СНГ, и на территории стран Евросоюза. Это очень важно, ибо им приходится на сегодняшний день сталкиваться с такими бюрократическими проволочками. Это, во-первых, удорожание продукции, и, с другой стороны, наши производители находятся сегодня не в равных условиях, хотя конкурируют с мировыми компаниями. Касая строительства жилья, я озвучивал цифры. Сегодня ипотечное кредитование начнется через наши государственные коммерческие банки, и другие коммерческие банки 13% годовых. Это должен дать тоже дополнительный импульс для того, чтобы поднять покупательский спрос нуждающихся в жилье, которые стоят в очереди. То есть, я полагаю, объемы строительства жилья частично могут упасть, но с учетом участия Чувашской республики в государственной программе, которую проводят Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, мы в этом году большого победения не увидим. То есть, есть территория, есть комплектная компактная застройка. За два часа глава Чувашии успел ответить на 17 вопросов. Как будем жить в кризис и оптимизировать бюджетные расходы? На какие обязательства экономия не распространится? Где появятся новые ФАПы? Почему так важно поддерживать новое направление сельскохозяйственного производства? Сколько домов культуры на селе получили новое оборудование? И как важно поддерживать здоровый образ жизни? Ответил Михаил Игнатьев и на вопрос, который волновал всех присутствующих журналистов. Будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы Чувашии? Собираюсь выдвинуться кандидатам, я об этом уже говорил, на встречах с активом отдельных муниципальных образований, когда мне задавали эти вопросы. Потому что времени остается совсем немного, полгода, да? Есть избирательное законодательство, есть федеральные законы о проведении выборов и ряд других законов на территории нашей республики. Моя задача, как руководитель региона, чтобы эти выборы проводились открыто, честно, корректно и конкурентно. Все политические партии, которые зарегистрированы, они тоже имеют право на сегодняшний день выдвигать своих кандидатов. Продолжение следует...